МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бипикова. Коротко о главном к этому часу. Финальный аккорд. На Поповичском мосту укладывают основной слой асфальта. Открытие раньше запланированного срока. Девочка-подросток сбросилась из окна 17-этажного дома. Трагедия произошла на улице Кремко. В областном центре будут больше внимания уделять подготовке будущих управленцев. Соответствующий договор подписали в Купаловском университете. В Гродно появилась первая школа мира. Такой статус был присвоен средней школе номер 8. Особенные дни в жизни христиан. У православных верующих началась страстная седмица. На Поповичском мосту завершают укладку второго основного слоя асфальта. Проезжая часть почти готова к открытию. И хотя изначально речь шла о дате 17 апреля, руководство города и области приняло решение сделать Гродницам подарок к Пасхе. Движение по переходу для транспорта и пешеходов откроют 14 апреля. В эту пятницу к концу рабочего дня, сообщил нашей съемочной группе Мечислав Гой. Затем, как шел процесс на объекте, председатель гурисполкома следил лично, регулярно посещая строительную площадку. Сегодня дает оценку проведенной работе. Она сделана качественно, замечаний нет. Теперь остаются последние штрихи. Установка барьерного ограждения, нанесение разметки, испытание моста. Для контрольной проверки привлекут 10 самосвалов. Нагрузку дадут порядка 330 тонн. Также здесь установят специальные датчики, которые будут следить за состоянием объекта. Датчики будут, конечно же, они в онлайн режиме работают, передавать информацию Дорожный научно-исследовательский институт. И малейшие какие-то изменения моста, в работе моста, специалисты ДОРНИИ будут видеть эту ситуацию. В принципе, те решения конструктивные, которые были применены на ремонте моста, дадут возможность мосту долгие-долгие годы работать дальше. Наши граждане безопасно будут пользоваться мостом. Это пешеходная зона, это велосипедная зона, это проезжая часть. Все работы, которые связаны с погодным условием, проведены. Это гидроизоляция. Мост будет открыт в пятницу на этой неделе, к концу рабочего дня. На этом большие ремонты в Гродно не заканчиваются. Строители переходят на следующий объект – переход по улице Рыбацкой. Проект уже прошел экспертизу. Также идет ликвидация путепровода рядом с Азотом. К середине мая работы завершат. Для удобства гродницев там организуют специальные съезды, чтобы дачники могли спокойно добраться до своих участков. Параллельно готовится проект по реконструкции моста на улице Фомичева. Деньги выделены и новый пешеходный переход построят уже в этом году. Что касается ближайших планов, на этой неделе дорожные строители займутся ямочным ремонтом и полной заменой асфальтного покрытия на Курчатова. В Гродно девочка-подросток сбросилась из окна 17-этажного дома на улице Кремко. Все случилось ранним утром. Помочь ей, к сожалению, не удалось. Известно, что в этом доме она не проживала. В ОВД прокомментировали произошедшее. С этого апреля на улице Кремко произошел инцидент. Из окна многоквартирного дома выпала девушка. К сожалению, она погибла. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Все обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранители просят родителей внимательно относиться к тому, чем занимаются их дети и где они находятся. Гродненский горосполком согласовал с 10 апреля отключение отопления в промышленных предприятиях, общественных и административных зданиях в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой. Следом на очереди детские сады, школы, общежития. В учреждения социальной сферы, больницы и поликлиники тепло перестанет поступать в последнюю очередь. При снижении среднесуточной температуры за окном в этих зданиях тепло вернут в режим протапливания. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 22 апреля. Это предусмотрено постановлением Совета министров, которое подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В пресс-службе рассказали, куда будут направлены денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе и на рабочих местах. Так, половину планируется направить Гомельскому облсполкому на реконструкцию мемориального комплекса узником Азарического лагеря смерти, Калинковичский район. Еще 50% перечислят Брестскому облсполкому на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Договор о сотрудничестве с Главным управлением идеологической работы Гродненского облсполкома подписали в Купаловском университете. Документ предусматривает взаимодействие в профориентационной, воспитательной и образовательной сферах. Главная задача – подготовка профессиональных кадров, которые будут занимать государственные должности. Ведь развитие региона напрямую зависит от состояния управленческих институтов. Также важны новые подходы, современные технологии и мировоззренческие ценности. Только профессионалы могут сегодня внести свою лепту в развитие нашего Гродненского региона. И наш Купаловский университет берет на себя такую скромную миссию помочь развитию нашего города, нашего региона. Но надо помнить, что в первую очередь нам нужен квалифицированный и убежденный специалист. Кафедра политологии Купаловского университета и Главное управление идеологической работы облсполкома сотрудничают уже не первый год в сфере подготовки специалистов на второй ступени высшего образования. Подписание договора расширит направление взаимодействия. Все мы знаем кроватые выражения, что кадры решают все. И в нынешней непростой такой ситуации, конечно же, и органы исполнительной власти, и предприятия, организации, учреждения заинтересованы в подготовке профессиональных кадров. В Гродно появилась первая школа мира. Такой статус был присвоен средней школе номер 8. Он обязывает больше говорить о мире, детской дипломатии, хорошем поведении и учебе. Для того, чтобы учреждение образования получило звание «Школы мира», необходимо иметь веские основания. Так, Гродненская школа на протяжении нескольких лет активно принимала участие в различного рода проектах гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также проводила собственные. В том числе в школе номер 8 реализовывались такие инициативы, как проект «Школьная медиация», который учит детей договариваться между собой, «Школа активного гражданина» и проект «Гисторики», в рамках которого школьники знакомились с историей города. Кроме того, большое внимание здесь уделяют поддержке ветеранов труда и Великой Отечественной войны и уходу за памятниками. Второй год Белорусским фондом мира ведется проект «Сеть школ мира Республики Беларусь». Это проект Белорусского фонда мира. В сеть школ мира принимаются школы, которые своим трудом, своей общественной работой являются миротворцами и лучшими миротворцами города, области, района. Здесь, скажем так, есть широкий спектр работы для участия в многих наших миротворческих мероприятиях. Ежегодно мы проводим большие конкурсы. В прошлом году был такой огромный конкурс детских работ юных миротворцев. Это счастье жить в мирной стране. Такой статус – это большая ответственность, говорят в администрации школы. Чтобы его поддерживать и сохранять, необходимо и дальше продолжать работу в сфере миротворческой деятельности. Особую гордость у нашего учреждения, которое традиционно является одним из лидеров системы образования Ленинского района, вызывает то, что Белорусский фонд мира, именно наше учреждение в городе, выбрал тем первым своим пилотным проектом по реализации данного инновационного республиканского проекта. Уверен, что наши учащиеся и педагоги совместно с родительской общественностью приложат максимальное усилие для того, чтобы наши учащиеся, само учреждение образования содействовало развитию мира, процветания нашей земли, нашей родной Беларуси. Я уверен, что наши ребята будут достойны звания миротворца. В течение года в каждом районе области будет открыта такая школа. Организатором проекта выступает Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Получают информацию в ТикТок и Инстаграм без подписок. В Центре творчества детей и молодежи прошла диалоговая площадка «Молодежь и медиа. Поиск равновесия». Спикером стал Сергей Мазайлын, директор телерадиовещательного канала «Гродно плюс». Участники – школьники. Речь шла о способах получения информации, как научиться распознавать фейки и где брать достоверные новости. Подобные площадки организованы прежде всего, чтобы наладить диалог между взрослыми и молодежью. Узнать, что интересует их и выбрать те направления для дальнейшего развития, где больше всего молодежи. Что касается телевидения, то не секрет, что для большинства детей это не первоочередной источник информации, а скорее большой экран для видеоигр и сериалов. Тем не менее, молодые люди получают информацию в гораздо большем объеме, чем взрослые поколения. Только на интернет-площадках. И что немаловажно, они не подписываются на каналы, а смотрят рекомендации. Здесь важно, чтобы телевизор телевизора, может быть, они когда-то и телевизор включат будут смотреть. Важно, а где вы смотрите информацию? А на каких ресурсах? На каких площадках? А почему нас там нет? А мы такую площадку, может быть, не знали? Может быть, не были в этом, не знаю, в паблике, каком-то, а мы там должны быть. Важно здесь взаимодействие. Мы им, а не нам. В Беларуси стартовала акция «За безопасность вместе». Она направлена на предупреждение пожаров и гибели людей на них. Продлится до 28 апреля. В первую очередь инспекторы проверяют состояние домов пожилых людей, инвалидов и семей из групп социального риска. Проводится инструктаж по правилам пожарной безопасности. Обращают внимание на состояние печного отопления и электропроводки. Проверяют наличие и работоспособность автономных пожарных извещателей. По статистике, основная причина гибели людей на пожарах – человеческий фактор. Трагедии случаются из-за неосторожного обращения с огнем. Чаще всего это курение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, спасатели рекомендуют регулярно проверять исправность пожарных извещателей, отопительного оборудования и электропроводки. Каждый гражданин может обратиться в городской отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилища. В первую очередь, акция «Работа с населением» направлена на вопросы недопущения, в том числе и загорания в экосистемах с наступлением весеннего периода и наведения порядка в неприусадебных участках в частном секторе и на дачах. У православных верующих началась Страстная Седмица. Это время, которое начинается от входа Господня в Иерусалим, то есть с вербного воскресения, и длится до праздника Пасхи. Ее отметят 16 апреля. Это самая важная неделя в календаре у христиан, посвященная последним событиям земной жизни Спасителя. Каждый ее день называется великим по значимости того, что происходило в это время почти две тысячи лет назад. Это страдания, распятие, крестная смерть и погребение Христа. Именно в это время в храмах проходят особые богослужения, которые не повторяются больше в течение церковного года. Вот почему верующие стараются посещать все эти службы. В первые три дня Страстной Седмицы церковь вспоминает, как провел их Иисус Христос. На службах звучат притчи о Страшном Суде, рассказ об обличении фарисеев и книжников, вспоминают и предательство одного из учеников Христа – Иуды. Самые важные дни Светлой Седмицы начинаются с Великого Четверга. В Великий Четверг вспоминают Тайную Вечерю и установление Евхаристии Спасителя. В Великую Пятницу молитвенно переживают неправедный суд над Христом, несение креста на Голгофу, распятие и смерть на кресте. Страстная Пятница – это самый строгий и печальный день церковного года. В храмах звучат пронзительные тексты, литургия не совершается. Звучит погребальный звон колоколов. Уже в эту субботу черные облачения священнослужители сменят на светлое. Храмы украсят цветами, и тысячи христиан придут поклониться плащанице и осветить главные символы Пасхи – яйца и куличи. Это последний день строгого поста, который верующие держали перед праздником. Смысл нашей прохождения Страстной Седмицы для каждого верующего человека заключается в том, чтобы мы с вами уподобились нашему Богу, уподобились нашему Христу. Ведь многое, то, что он делал в последние дни, он делал не для себя. Он делал против своей воли, но он делал это для ближнего. Он это делал для человека, для каждого из нас. И вот это такой пример для каждого из нас, чтобы мы тоже нашли общий язык с нашими близкими. Для того, чтобы достойно встретить праздник Воскресения Христова, конечно, нужно обрести мир в душе, обрести мир и покой в своем сердце. Во время Страстной Седмицы рекомендуют как можно чаще посещать храмы, поскольку в это время проходят особенные литургии. Если нет такой возможности, молиться дома, отпускать обиды и все плохое, чтобы с чистыми мыслями встретить светлый праздник Пасхи. Напомним, 15 апреля в воскресенье телеканал «Гродно плюс» впервые будет вести прямую трансляцию всеночного богослужения из Святопокровского кафедрального собора города Гродно. Начало службы в 23.30. Температурный фон станет немного выше нормы. Установится по-весеннему комфортная погода. Несмотря на то, что начало апреля выдалось прохладным и даже со снегом, весна уже пришла. Во вторник, 11 апреля, в Гродно, в ночные и утренние часы слабый туман. Ветер неустойчивый – 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью – плюс 4, плюс 6, максимальная днем – плюс 16, плюс 18. В среду, 12 апреля, синоптики обещают облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый – 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 2, плюс 7, днем – плюс 12, плюс 17. И предварительно в выходные дни ситуация в атмосфере существенно не изменится. 7 апреля телеканал «Грудно плюс» будет публиковать план на неделю по ремонту дворов в рамках программы «100 дворов». С 10 по 14 апреля запланированы работы по ремонту внутридворовых территорий по адресам Улица Гая – 11, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27 и 29. График может меняться в зависимости от погодных условий. В связи с подготовкой к открытию Поповичского моста изменяется движение городского транспорта с 9 утра 11 апреля по 14 апреля. Речь идет о маршруте автобуса номер 28 и троллейбусов номер 3, 10 и 15. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова